Далее на основании матрицы переходов формироваются матрицы вероятности переходов. Магистранты заочного отделения защищают дипломы онлайн. Члены комиссии находятся дома. К такому формату в политехе уже, кажется, все привыкли. Еще 1 сентября в ВУЗе перевели все лекционные занятия на дистант. Получается, теперь студенты приезжают в альмаматор всего пару раз в неделю. Половина преподавательского состава совсем ушла на удаленку. Те, кому за 65. Надо понимать, что это сейчас им 60+, а вот на заре информатизации им было вполне себе очень активный возраст. И очень многие из них сейчас очень хорошо это воспринимают. Они наоборот говорят, что я буду дома готовить лекции по скайпу, записывать, выкладывать. Мне это нравится. На данный момент в ВУЗе ковидом болеет почти 60 студентов и преподавателей. Примерно 900 человек по разным причинам находятся на дистанте. Студенты Алтайского госуниверситета на днях громко заявили, что тоже хотят на удаленку. Молодые люди пожаловались, что в АГУ нет дезинфекторов. Технички не обрабатывают поверхности, не соблюдается масочный режим. Своё письмо с криком о помощи они разослали в Роспотребнадзор и местные СМИ. Пожалуйста, отправьте нас на дистант. Так учиться невозможно. Это прямая угроза жизни и здоровью студентов. Мы не готовы умирать от коронавируса и заполнить тот самый мобильный морг, который на днях установили около одной из больниц. Нам нужен дистант. Это наше законное право. После служебного расследования в Алтайском госуниверситете заявили, что авторы письма вообще могут не являться студентами ВУЗа. Обращение было анонимным, да и номер телефона указан в документе. Это номер приемной ВУЗа. Возможно, просто студенты так решили себя обезопасить, ведь им еще учиться в этом ВУЗе. А вот в политехе пока нет необходимости переходить на дистант с концами, говорит ректор ВУЗа. За последние дни мы мониторим ежедневно. Это у нас заседание оперативного штаба каждый день в полдевятого происходит. Надо сказать, что идет снижение как количества заболевших, так и количества людей, которые находятся на дистанте. Все-таки мы сторонники того, чтобы образование шло именно в обычном очном режиме. На днях столичные ВУЗы по приказу Министерства образования и науки ушли на удаленку до 6 февраля. А вот регионам было рекомендовано рассмотреть дистанционный формат работы совместно с Роспотребнадзором. Сейчас университеты края ждут решения от ведомства. Если обстановка будет накаляться, в политехе, например, готовы уйти на дистант. Но этого мало кто хочет. Я думаю, с 1 декабря у нас наоборот начнется как бы чуть больше студентов выйдет на очку, потому что очень многие как бы хотят. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.